На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 16 важных вопросов рассмотрели на очередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа. Сегодня такое знаковое заседание, потому что уже депутаты заканчивают, скажем так, сессию и уходят на каникулы. Глава муниципалитета Дмитрий Абаренов проверил, как ведутся работы по комплексному благоустройству. Мы производим ремонт, в том числе и капитального характера, как дворовых территорий, так и тротуаров, так и полотна дорог. Уже 85 лет сотрудники ГИБДД стоят на страже безопасности дорожного движения. 3 июля они отметят свой профессиональный праздник. Коллектив достаточно сильный, руководители хорошие, поэтому мы держим планку. Состоялось 32-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На последней, перед завершением сессии и депутатскими каникулами встречи, было рассмотрено 16 важных вопросов. Подробнее в нашем сюжете. 32-е очередное заседание Совета депутатов стало завершающим весенней сессии. 16 вопросов было вынесено на повестку, поэтому народные избранники настроились на продолжительную работу. Хотя предварительно каждый вопрос был подробно рассмотрен на комиссии. Первые 8 докладов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Ленинского муниципального района за 2020 год. И предлагается утвердить отчеты об исполнении бюджета сельского поселения Саховского имени Ленина и Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год по следующим параметрам. По доходам в сумме 134 миллиона 710,5 тысяч рублей. По расходам в сумме 57 миллионов 223,2 тысяч рублей. Все вопросы, касающиеся бюджетов муниципальных территорий, были выслушаны и одобрены депутатами. О продлении полномочий старостельских населенных пунктов Ленинского городского округа Московской области доложил заместитель главы администрации Ленинского городского округа Евгений Круг. С учетом введения в Московской области режима повышенной готовности для органов управления сил Московской области системы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации и некоторых мерок по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории округа при проведении схода граждан, предлагается продлить полномочия ранее избранных старост до момента улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и возможности после отмены режима повышенной готовности назначить и провести сходы граждан в соответствии с принятым положением 29 апреля 2021 года. Также на заседании итог большой работы подвела председатель контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Елена Егорова. За 2020 год ее сотрудниками было проведено 45 контрольных и экспертно-аналитических проверок. Нарушения были найдены при каждой проверке. Было выявлено неэффективное использование в бюджетных средств. Далее на 10 случаев на сумму 59 миллионов 530 и 87 сотых тысяч рублей. Тему ситуации с COVID-19 затронул присутствующий на заседании глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарионов, призвав тех, кто еще не сделал прививку, отправиться на пункт вакцинации. Глава заявил, что на днях и сам сделали вакцинацию от коронавируса. Его поддержали и некоторые депутаты. И пошла тенденция на, скажем так, омоложение вируса. 28-40 лет молодые ребята довольно, так скажу, быстро сгорают. И сегодня у нас 486 коек открыты, ковидных коек в муниципальном образовании. 27 из них свободных, но это свободно они на сегодняшнее утро. И я вас уверяю, в конце дня их будет ноль. По завершении заседания председатель Совета депутатов Станислав Радченко подвел итоги встречи. Сегодня такое знаковое заседание, потому что уже депутаты заканчивают, скажем так, сессию и уходят на каникулы. Тоже нужно отдыхать. Но, тем не менее, сегодня мы порядка двух часов рассматривали очень знаковые вопросы. У нас были решения по установлению тарифов по договорам соцнайма за жилые помещения нашего фонда. Здесь мы единодушно с депутатами, с учетом мнения главы, приняли решение оставить, не повышать тарифы по итогам, какие были в прошлом году, чтобы не увеличивать нагрузку на наши жители. В следующий раз депутаты соберутся в августе месяце. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В муниципалитете приводят в порядок дворовые и общественные территории. Как ведутся работы по комплексному благоустройству в Видном, проверил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Качество улиц и дворов в городе заметно сказывается на настроении жителей, поэтому содержанию общественных пространств администрация муниципалитета уделяет особое внимание. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов лично проверил выполнение работ по комплексному благоустройству на нескольких участках. Первым объектом стала придомовая территория по Пионерскому переулку. Здесь был произведен ремонт тротуара, устройство парковки, установлена спортивная площадка и организована зона отдыха. Весь город сейчас практически полностью разрыт. Мы производим ремонт в том числе и капитального характера как дворовых территорий, так и тротуаров, так и полотна дорог или дорог общего пользования, собственно говоря, по всему городскому округу. И те работы, которые сейчас ведутся, они не останавливаются. В полном разгаре работы во дворе дома номер 82 по школьной улице. Замена асфальта у подъездов, обустройство тротуара, увеличение парковочного пространства. А также совсем скоро тут будет построена детская игровая площадка. Как отметил директор МВУ Дорсервис Александр Митряйкин, комплексное благоустройство в муниципалитете реализуется в рамках бюджета на 2020-2021 годы. Уже в стадии ремонта, соответственно, в рамках расторгованных процедур у нас попадает под комплексное благоустройство 25 дворовых территорий. И в работе сейчас, значит, находится еще 25 дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства. Глава округа в ходе осмотра также посетил строительную улицу и проспект Ленинского комсомола. Здесь основные работы по благоустройству уже завершены. Каждый визит главы на территории, в которой мы находимся, у нас находится в обслуживании, эксплуатации, они заставляют волноваться. Естественно, оценка твердая, хорошо никогда не может быть, потому что есть всегда недостатки. Но кто не работает, тот не ошибается. Ремонтные работы продолжатся еще на 25 территориях муниципалитета. Адресный перечень был сформирован по просьбам жителей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. По многочисленным жалобам жителей в микрорайоне Зеленой аллеи прошел рейд по брошенному автотранспорту. Представители администрации, общественной палаты и местные управляющие компании прошли по улицам территории и выявили машины, попадающие под эту категорию. К инспекции присоединилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлия Погосян. Ну, выглядит вполне, знаешь, как будто вот он вчера ездил. Мы понимаем, что по колесам, что он здесь стоит не первый год, абсолютно точно. Проблема брошенного автотранспорта существует во всем Ленинском округе. Но особенно остро она стоит в новых микрорайонах. Чуть ли не каждые сутки в Зеленых аллеях выявляется более 10 таких машин. По инициативе местной управляющей компании сегодня был организован рейд по выявлению брошенок. Сегодня пригласили представителей администрации, чтобы разъяснить, как жители должны действовать в этом направлении. Сегодня мы составим акты, постараемся по всем автомобилям, будут направлены соответствующие инстанции и будем следить за развязкой событий. Очень хотелось бы, чтобы ближайшие недели-две наш микрорайон очистили от таких автомобилей и мы получим дополнительные парковочные места, что не может не радовать, конечно. Отсутствие госзнаков, спущенные колеса и разбитые элементы – вот признаки брошенного автотранспорта, которые может выявить любой житель, зафиксировать и тем самым стать народным инспектором. Он имеет право написать в ГИБДД на сайт администрации Ленинского городского округа, после чего выезжает комиссия, составляет акт и процедура у нас одна и та же. То есть это узнаем паспортные данные, если собственник не выходит на связь в течение пяти дней, приезжаем с эвакуатором и увозится автомобиль на специализированную стоянку. К рейду по зеленым аллеям присоединились и члены общественной палаты муниципалитета. При таких инспекциях нарушителей порой удается поймать прямо на месте. Так получилось с этим автомобилем. Не дозвонившись по оставленным на кузове номерам телефонов, представитель администрации уже было начал составлять акт, как объявился владелец. Правда, объяснять на камеру, почему не убирает автохлам, отказался. Он пришел и сказал, что он уберет этот автомобиль, несмотря на то, что он уже стоит много лет. Он не обращал внимания, ему было абсолютно все равно, что такая проблема существует в ЖК. Но он действительно пообещал, что в течение нескольких дней он этот автомобиль эвакуирует и он не будет мешать проезду нашего автотранспорта. Такие рейды в микрорайоне «Зеленые аллеи» теперь будут проходить регулярно. Так, управляющая компания намерена избавиться от автохлама, который занимает парковочные места и портит внешний вид территории. Юлия Погайсяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Виднет. Сегодня наш гость в студии – врач-невролог амбулатории Бутово-парк Иркин Шамсиев. Добрый день. Добрый день, Натси. Иркин, прошел первый месяц лета. Одна большая напасть нас до сих пор не отпускает. Я имею в виду коронавирусную инфекцию. Но, насколько я понимаю, с летним сезоном связаны и ряд неврологических заболеваний. Так ли это? Да, мы можем поговорить о заболеваниях периферической нервной системы, в частности неврологии. Хотел бы кратко остановиться на неврологии тройничного нерва. Неврология тройничного нерва впервые описана в 17 веке. Фузергилем. И даже его в честь было названо. Ну, по-другому он называется трегиминальной боли, потому что все-таки отвечает пятый нерв из 12 пар черепно-мозговых нервов. И он имеет три веточки. Афтальмиком акселярис мангебулярис. Именно глазничная, верхняя челюстная и нижняя челюстная век. И, конечно, теоретически это звучит красиво, но на практике это жесточайшие боли, стреляющие боли, отдающие в зубы, в ухо, в шею, в лицо. И больные боятся лишний раз побриться, умыть лицо или лишний раз, грубо говоря, открыть рот, потому что боли преследуют их. И врач-невролог, каким бы он стажем ни был, он должен адекватно реагировать и, грубо говоря, не мурожить пациента и быстренько поставить диагноз по международной классификации G50.0. Неврология тройничного нерва в основном бывает или слева, или справа. Но не дай бог, чтобы двухсторонние, это вообще равносильно смерти. И вот поэтому сразу же начинать лечение антиконвульсантами. А причина этого? Причина, в принципе, леченый зуб. Это лор-патология, когда лечили отит, или же черепно-мозговая травма, или какие-то объемные образования головной мозги. И целесообразно врачу, терапевту или неврологу, или челюстно-лицемову, кто бы не принял на первом этапе, нужно будет отправлять на компьютерную томографию, или магнитно-резонансную томографию, если больной не страдает кластрофобией. И это нужно обговаривать, это не надо утаивать. Каково лечение? Как долго и из чего оно состоит? Ну, это очень болезненный вопрос, потому что те пациенты, которые с этим столкнулись, да, это хроническое, и вылечить его за пару дней или за пару недель почти что невозможно. Вот поэтому прием препаратов иногда принимается длительно, и нужно пройтись, что кроме антиконвульсантов мы назначаем все-таки нестероидные противовоспалительные препараты, миорелоксанты, витамины. Нередко прибегаем даже к антибиотикам, если присоединяется там температура. Но в основном есть еще хирургический метод лечения, это резекция нерва, это как бы тоже дорогостоящее лечение. И так как анатомический тройничный нерв проходит в фолопьем канале, и его ближайший сосед – это лицевой нерв, и проигнорировать лечение тройничного нерва, да, впоследствии дает невропатию лицевого нерва, у которого уже не три, а пять ветвей. А есть ли какие-то общие рекомендации вот по тому, чтобы людям как-то максимально можно было избегать вот любых неврологических проблем? Есть какие-то такие золотые правила на все случаи жизни или нет? Ну, в каждом случае свой сценарий. Мы же обсуждали здесь три варианта неврологии. И тройничный нерв, и межрюбная неврология, и седалищный нерв. Я сам за рулем, и хотелось бы автомобилистам сказать, чтобы как-то не застужали, скажем, на сквозняках, потому что тоже многие могут сильно застудить и может заболеть. Или когда приоткрывается форточка именно с левой стороны, так как у нас левостороннее движение, и продувает именно левая сторона лица, вот именно в качестве неврологии тройничного нерв. Ну, подведя краткое резюме, можно сказать, в общем-то, что рекомендации такие же, как и, наверное, будут у любого другого врача. Это избегать сквозняков и каких-то экстремальных температур, правильно питаться и, собственно, заниматься спортом. Да, конечно, спорт – это благородный. Спасибо большое, что пришли к нам на эфирах, рассказали о таких, в общем-то, довольно известных, кстати говоря, заболеваниях. Я напомню, что у нас в гостях был врач-невролог амбулатории Бутова парк Иркин Шамсеев. К другим новостям. 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится все более популярной. Этот день памяти всех, кто принимал участие в различных вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. В День ветеранов боевых действий в поселке совхоза имени Ленина прошло возложение цветов к памятнику павшим воинам. И хотя мемориал установлен в честь участников Великой Отечественной войны, есть здесь и табличка с именем Героя России Юрия Салимханова, воевавшего и погибшего в Чечне в 1996 году. Все ребята, которые рискуют своей собственной жизнью, выполняя свои воинские долги, геройские погибли, я думаю, всех надо увековечивать. И, кажется, наше поколение должно знать наших героев в лицо. Это, в первую очередь, наша задача, чтобы наши потомки знали, что за герой, за что он отдал свою жизнь, и где он принимал участие, и чем он был награжден. К мемориалу павшим воинам цветы возложили руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков, представитель организации «Боевое братство» Владимир Писаченко, волонтеры движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и депутаты Совета депутатов округа Мария Гаевская и Артем Грудиным. Это наша история, прежде всего, которая, я считаю, ни в коем случае не должна быть переписана. И самое важное – это память. Наша задача – до младших поколений донести то, что происходило, то, как было на самом деле. Как правило, в церемонии возложения цветов принимает участие больше людей, но в нынешнем году принято решение не делать мероприятие массовым ввиду ограничений, связанных с пандемией. Уже 85 лет сотрудники ГИБДД стоят на страже безопасности дорожного движения. 3 июля они отметят свой профессиональный праздник – поздравить госавтоинспекцию Ленинского городского округа. С приближающимся юбилеем приехали глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Ежедневно в зной и мороз, в проливной дождь и метель – они стоят на страже российских дорог. Сотрудники ГИБДД сегодня, как рыцари на белых железных конях, стараются сохранить жизнь участников движения, обеспечить их максимальную безопасность. Есть федеральная программа президента, которую мы выполняем, и довольно-таки неплохо, если сравнивать с 2012 годом, мы идем в минус по снижению тяжести последствий. 3 июля по всей стране отмечают День ГИБДД. Сотрудников госавтоинспекции награждают почетными грамотами и подарками. Сегодня, накануне юбилея, слова благодарности Ленинскому отделению выразили глава муниципалитета Дмитрий Абаренов, председатель Совета депутатов Станислав Радченко и начальник окружного УМВД Алексей Бадин. Если хоть на день представить, что не будет у вас на дорогах, сразу же случится коллапс. И без вашей работы представить жизнь округа, региона, страны, это просто невозможно. Я от всей души хочу, конечно, пожелать, если это возможно, легкой службы, крепости духа и мира, добра благополучия вам и вашим семьям. Спасибо вам за праздник. На сегодняшний день в госавтоинспекции трудится 91 человек. Одни оказывают государственные услуги, другие обеспечивают безопасность на дорогах. Ирина Чекмарева служит здесь уже 17 лет. Всю жизнь главным примером для нее были офицеры, поэтому о будущей профессии вопрос не стоял. Молодой девушкой она начала работу в ГИБДД. Я начинала служить еще при начальнике Дорошкине Анатолием Михайловичем, который, в принципе, много дал коллективу. И вот коллектив достаточно сильный, руководители хорошие, поэтому мы держим планку, можно так сказать. Сегодня движение на дорогах становится более интенсивным, а значит, возрастает и роль сотрудников госавтоинспекции. Собранность, внимание, ответственность и доброе отношение к водителям и пешеходам. Все это о нынешних виновниках торжества. С праздником! Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.